Ребята, всем привет! Вот он, долгожданный ролик по поводу литературы или инструмента. Наконец у нас получилось. Получилось это благодаря Александру Легину, компании Велобалт, они любезно предоставили нам свой офис для съемки. Итак, хочу познакомить вас с Владимиром. Добрый день! Этот человек, реальный кровельщик. Так, если сказать, сколько примерного опыта уже? Такой вопрос круглый. С 1985 года? Это только металл. И этот человек, который имеет непосредственное дело в создании вот этих вот книг. Вот. И мы начнем с вопросов, которые вы задавали на Ютубе, в Инстаграме. И основную часть вопросов прислал нам Юлий из Латвии. Вот. Поэтому мы начнем задавать вопросы. В первом, скажем так, это, наверное, будут сериями, да, в одном из... Да, да, иначе не получится. Вот. И... Вам же интересно, наверное, что за человек, вот. И вообще историю этих книг. Вот. Поэтому в первой части мы начнем с вопросов. Вот. А уже во второй части, или во второй серии, уже более будет подробно про литературу. Итак, Юлий спрашивает. Владимир, как давно вы занимаетесь в пальцевой кровле? С пальцевой кровле я начал работать в 1985 году в городе Ленинграде. Это был такой очень интересный опыт, очень своеобразный опыт, потому что это было связано с капитальным ремонтом. И при капитальном ремонте кровли все делались из оцинковки. Вот. То есть еще в советское время. И как бы мы постоянно работали на каких-то восстанавливаемых домах после капитального ремонта. Ну, то есть, ну, по смыслу это... Можно говорить о том, что ничего особенного, прям такого особенного совсем не было. Но именно в 1985 году, наверное, началась вся та эпопея, которая вот ведет меня по жизни и сейчас. Когда я столкнулся впервые с абсолютным непониманием, недопониманием наших архитекторов, того, что когда мы делаем капитальный ремонт зданий и делаем все по новым технологиям, про крышу надо думать совершенно иначе, чем она была сделана тогда, когда строился дом. Вот. Потому что появляется огромное количество, допустим, тепла в холодном чердаке. Вот. Который... Это тепло совершенно отрицательно действует на всю физику кровельного помещения и самой кровли. Вот. И те предложения, которые давали с архитектором на конкретном здании, они, к сожалению, не были выполнены, не были... Ну, архитекторы от них отказались, настаивая на том, что их единственная точка абсолютно правильна. Ну, и, к сожалению, этот дом стоит вот до сегодняшнего дня. В Санкт-Петербурге его можно видеть. И, проходя рядом с этим домом, я прекрасно понимаю, что если бы была возможность такая настоять именно на том предложении, которое вот исходило от меня, вполне вероятно, что дом выглядел бы на сегодняшний день совершенно иначе, чем он выглядит сейчас. Вот. Какой была ваша первая кровля? Ой. Первая кровля, это вещь совершенно смешная. Это была битунка. Нормальная битунка. Это был, господи, это 77-й, наверное, год. Вот. Мы делали здание гаража. Вот. На нем, как бы, первый раз я оказался на крыше, вот, где мне достаточно хорошо и подробно объяснили, почему нельзя лить соляру в раскаленный битун. А делать это надо ровно наоборот. Для того, чтобы не было пожара, для того, чтобы не было очень серьезных проблем для создания праймера. Ну, как бы, в те времена практически все мы делали сами, включая и праймер. Это сейчас можно праймер купить где-то в готовом виде. Вот. Ну, так. Это была первая встреча, и это было очень давно. А вот, если говорить о металлической крыше, то какой металл был на этой кровле? Ну, однозначно оцинковка. Ну, кто в Советском Союзе работал с чем-то другим? То есть, только реставраторы работали, может быть, где-то с медью. А так, все работали с оцинковкой, других материалов их не существовало, и про них никто не знал, никто не слышал. Я, допустим, услышал о цинке первый раз в 93-м году. И то для меня достаточно тоже долгое время было недопонимание, что значит цинк. Я, как и многие наши коллеги, недопонимал разницу между цинком и оцинковкой. С чем мы сталкиваемся постоянно, люди, проработавшие там и 20, и 30, и 40 лет, говоря про оцинковку, не понимают, что с ними говорят про цинк. А это, как бы, достаточно сильно различающиеся материалы между собой. Кстати, а в то время вообще, вот, по сравнению с нашим временем, оцинковка, она как по свойствам была тогда и сейчас со сравнением? Ну, все очень сложно. Все очень сложно по той причине, что, как бы, все мы проходим определенные пути развития, и в какие-то моменты, допустим, применение материала 1,25 на 2,50, мне казалось полнейшим счастьем, потому что за один момент можно было положить очень большой кусок металла на крышу. Как хлопал потом этот металл, это уже, конечно, отдельная история. Ну, а вот по оцинкованию, напылению цинка вообще, вот сейчас же они, ну, в основном, везде продают там, 120, 140, тогда такого не было? Нет, тогда такого не было. Тогда был 275 и с этим совершенно спокойно работали. Кроме этого, значит, материал, с которым мы больше всего работали, это было, конечно, горячее оцинкование. И материал был в этом смысле достаточно неплохой. Правда, конечно, частично, несколько лет в Санкт-Петербурге конкретно, я не знаю там про другие города, применялся материал, который был электролитический, электролитическое оцинкование. То есть взяли технологию, насколько я знаю, от американцев, перетащили ее к нам, начали с ней работать, но потом выяснилось, что данная технология конкретно для кровельных материалов, это полнейшая катастрофа. Потому что любая вода, попадающая между листами до момента, как бы, укладки материала на кровлю, она просто разрушается в течение трех-четырех лет на кровле до создания, до появления огромных, просто ржавых отверстий и все. То есть вода полным ходом идет вовнутрь без защиты. Кроме, ну как бы, самый интересный такой своеобразный опыт был, я даже помню, это 185-я школа в Санкт-Петербурге, тогда еще в Ленинграде. У нас в руках оказалась маломерка. Откуда-то, видать, с войсковых складов дали. Это был бесподобнейший материал, с которым очень-очень-очень хорошо было работать. И там было понятно, что там цинкование настолько хорошее. Ну, в принципе, что говорить. Эта школа, эта крыша до сегодняшнего дня стоит, то есть, ну, 20 лет, и на ней пока никаких следов ржавления нет. Что было еще интересно, вот так вот по жизни, сталкивался с японской оцинковкой. Я скажу вам, ребят, это нечто, это произведение искусства. То есть на тот момент, когда мы вышли на эту крышу, ну, ее надо было ремонтировать. Она уже простояла больше 15 лет, на ней не было ни одного следа ржавчины, вот, вот, совершенно ни одного. Вот, и эта крыша и дальше стояла, хотя ее там кое-кто хотел снять, как я понимаю, для дачи. Каким инструментом вы тогда работали? Ну, как бы, абсолютно стандартный инструмент для тех времен. Ну, косяк, подсекальник, ножницы, киянка, нет, нет. Вся картина заталивалась в лесном уголке же. Ну, да. В лесном уголке, киянка. Это была работа бригадира, потому что верстак находился, как бы, под крышей, внутри, вот, ну, относительно сухое помещение, в котором вот бригадир и находился, вот, ну, а черти бегают под крышей. Делали же какие-то самодельные листаки, по-моему, да, из уголков? Делали, делали. Вот, у меня ребята со мной работали, вот, это была вообще такая очень интересная эпопея. Стандартно два кровищка в месяц, они, у них получалось что-то около 150 метров на двоих. Вот, а тут случилась ситуация. Приходим к шефу, разбираемся с ним на тему об оплате и говорим ему, что сделали крышу 650 метров. Он на нас смотрит такими изумленными глазами. Ребят говорит, а как это, ну, всегда же было там типа 150 метров, я, в общем-то, на это больше всего и рассчитывал, как бы, да. Поехали смотреть, вот. Ну, то есть, привезли его, он посмотрел. Работа была выполнена очень неплохо, ну, плюс, что она была выполнена быстро. Для него это тоже свой плюс. Вот, ну, он с нами рассчитался. Ну, это было удивительно. Все было сделано на, как раз вот, на таком самодельном станке, который сделали. Вот, гибочник, он неплохо очень себя показал, именно на оцинковке для одинарного фальца. Кстати, а в то время вообще вот профессия вот кровищка по металлу, она была как бы, ну, востребованная, популярная, то есть, уважительная. Вот, сейчас просто, ну, по сути, если говорить про бюджетные крыши Санкт-Петербурга, то они там, ну, то есть, приезжие люди работают на них в основном. И относятся все-таки к работе как к работе, а не как к там творчеству или что-нибудь такое. Ну, про творчество тогда говорить особого смысла не было. Это не было творчество, конечно. Это была просто профессия, как и любая другая. Просто, ну, как бы, в кровле есть некие нюансы, которых ты никогда не получишь, там, допустим, работая в отделке, да, или там работая каменщиком. Она сама по себе. То есть, вот всех людей, которых я вот знаю, связанных с этой темой в те времена, да, это были люди очень интересные, вот, с кем-то я до сегодняшнего дня там пересекаюсь, то есть, разговариваем, вспоминаем какие-то вещи. В то время, ну, или вот, когда был, да, работали уже на кровле, да, то есть, работали на высоте, да, то есть, было ли страшно и какими страховыми там приспособлениями пользовались? Ну, еще раз повторюсь, то, что я на крышу, на металлическую вышел в 85-м году, а до 85-го года у меня там были некоторые другие приключения, вот, и на работе в одном из мест у меня были специально полученные корочки, которые мне разрешали работать на высоте до 120 метров, вот. Вот, ну, и как бы фактически по жизни я работал где-то вот на уровне, при монтаже таких серьезных вещей, где-то на высоте там 40-45 метров, вот, ну, если добавлю, что это была Чернобыльская АЭС, строительство как раз 4-го блока. А как сейчас относитесь к тому, что многие мастериалисты находятся на крыше? Ну, скажем так, есть места, где страховаться, можно не страховаться. Следующий момент. Для меня более важным является не страховка на крыше, а наличие лесов. Вот, то есть, для меня наличие лесов это обязательно условие работы, потому что именно наличие лесов позволяет человеку остаться живым, ну, он может даже покалечиться. То есть, это, к сожалению, в нашей профессии случается. Но при этом он останется живым, здоровым и сможет, пройдя там лечебный там некий курс, опять вернуться к этой профессии. Если же у вас лесов нет, то поверьте, шансов остаться живых у вас тоже практически нет. Поэтому, если крыша позволяет работать без пояса, то совершенно спокойно на ней можно работать без пояса. Но, с другой стороны, ну вот, была работа, да, 6-метровые лестницы, мы их прокидывали 5 штук по длине ската, да, и скат 60 градусов наклона. Скажите, пожалуйста, какой туда человек полезет без обвязки? Естественно, только на обвязке. Естественно, все перепроверяешь, каждый шаг, каждое движение, потому что внизу работают чужие люди, и не дай бог на них что-то улетит. Ну, и, в общем-то, самому калечиться не хочется. Поэтому... Какой вообще путь от ученика до мастера? Путь от ученика до мастера... Вы понимаете, ну вот, как бы, достаточно долго, там, с 85-го по 97-й год работал в России. Начал что-то понимать, начал что-то работать, вот. Потом, когда переехал в Германию, ну, было очень долгое время не такое состояние. А зачем это все? Зачем столько много инструмента? Зачем столько много каких-то станков, машин? Ну, мы же работали косяк-подсекальник и ножницы, господи. Вот. И прошло достаточно много времени, где-то с полгода, когда, вот, пришло понимание того, ребят, а почему? Почему мы работаем в каменном веке? Почему есть инструменты, есть машины, которые позволяют сделать огромное количество вещей, подготовить, на крыше смонтировать, и эта работа очень красивой получается, и она получается очень быстро, что одно другому не мешает. А потом ты начинаешь потихоньку понимать, так ведь и в России же мы точно так же шли к этому, да, то есть те книги, которые существовали там в России, и которые вот можно найти, в особенности книги до военного периода, там четко и хорошо можно понять, что эти книги, эти картинки из книг были взяты из немецких книг. То есть смотришь немецкие книги, смотришь русские книги на русском языке, и картинки одни и те же, но только книги на русском языке появились на 10-20 лет позднее, чем появились книги на немецком языке. То есть развитие шло одинаковое, развитие, к сожалению, было прервано революцией, ну а потом, к сожалению, еще одна война. Вот, говоришь, что в России я работал, да, в Германии, а вообще какая география твоих областей? Ну, как бы вот Россия и Германия – это как бы основное, в Германии это прежде всего Мюнхен и окрестности, в Питере это тоже как бы центр Питера, то, что называется сейчас центральный район, на раньше там Дзержинский, Куйбышевский, вот, ну а кроме этого Казахстан, вот, там тоже было несколько объектов, ну а дальше начинается уже немножко другая ситуация, то есть можно, конечно, там считать их в какой-то мере своими, потому что отдано очень много времени для этих объектов, но выполнялись они уже другими руками, то есть, как бы огромное количество людей со мной консультируется, советуется и выполняет объекты, ну и так видно, что люди, которые продолжают со мной консультироваться, у них как бы идет вот развитие этих там выполняемых проектов, ну а кто там соскакивает с подобных консультаций, ну, всякие разные вещи бывают, кто-то умудряется сохраняться на этом уровне качества, а кто-то проваливается. Ну, если так брать, ну, как, ну, в России, Германии, Казахстан, ну, если взять, во сколько там городов России, то есть Россия же большая. Ну, конечно. То есть эта география может быть очень большой. Сочи, Краснодар, естественно, Москва, Уфа, Казань, Камчатка, Хабаровск, ну, это бесконечно. Поэтому, ну, и результат этот пост такой. Был ли в вашей жизни мастер поворотный момент, как у Александра Цезариуса, когда выяснилось, что вам все еще есть чем учиться? Ну, особо такого поворотного момента не было, не было, просто в какой-то период, в какой-то период пришло понимание, что, и это понимание пришло, скажем так, от моих более старших товарищей, да, от тех людей, с которыми я, у которых я учился. Вот. Они мне очень четко объяснили, что, в принципе, ни один кровельщик, нигде в мире он не может сказать, что он абсолютный мастер. Это бред. То есть, мы все привязаны к определенным узлам, мы все привязаны к определенной работе, и мы никогда в жизни не сможем повторить то, что нарисовано, создано в каких-то книгах. Мы работаем в достаточно узкой области. То есть, для того, чтобы оставаться на пике, на понимании того, что ты, в самом деле что-то можешь, это надо постоянно учиться. Постоянно. И только в этом состоянии, овладевание какими-то новыми узлами, овладевание какими-то новыми приемами, ты двигаешься вперед. Ну, состояние постоянного ученичества. Так, следующий вопрос. Как вы считаете, может ли что-либо фальцевый кровлик вас удивить так, чтобы вы снова почувствовали себя учеником? Ну, наверное, почувствовать себя вот просто учеником, наверное, ничего не сможет удивить. Ну, я очень часто радуюсь тем вещам, которые делают мои коллеги. Саша сидит рядом на его работе, на работу его людей. Очень часто, очень часто приятно смотреть. И ты приятно удивляешься, что в самом деле, вот с таким-то узлом, ну, пришлось бы повозиться. довести его до такой чистоты, до такой аккуратности, это тоже очень такое мастерское понимание того, для чего ты эти объекты делаешь, зачем ты их делаешь. То есть, когда ты достигаешь при создании достаточно простого объекта, вот такого качества исполнения узлов. Володь, в каком стиле исполнения фальцевой кровли ты больше, ну, статистизируешь, там, шведская, немецкая, там, русская, какой-то еще, скандинавская? Скажем так, в мире существует небольшое количество вариантов. существует немецкая школа, существует скандинавская школа, да? Про американскую говорить не будем, там, это школа монтажников в основном, за редким-редким исключением, вот, и то там просматриваются тоже немецкие корни, вот. По мне, немецкая школа, она более проработана в том плане, что материал намного лучше живет на тех узлах, которые придуманы были в Германии. Скандинавская школа, к сожалению, не дает мне никакого понимания качества, по той причине, что они все фальцуют вдвойной. Неважно, какой материал, неважно, какой узел, 40 метров длины ската, все вдвойной, все зажато, а потом удивляются, почему эти крыши рвутся, почему их надо постоянно ремонтировать. Ну, в общем, наверное, тоже люди сидят на неких бюджетах, я не имею в виду кровельщиков, я имею в виду, там, каких-то, там, чиновников, да, и для них важно производить постоянно эти ремонты. Наверное, наверное, тоже так. Я так говорю, что, наверное, в Швеции, там, в Финляндии, ну, в Скандинавии, скажем так, они про линейное температурное расширение металлов, они как-то в этой школе либо пропустили, либо я об этом умалчивал. Нет, они, 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 я не буду так говорить, ни в коем случае. Они знают прекрасно про тепловое расширение, но есть некая традиция. И традиция, прежде всего, была связана у них с оцинковкой. Вот. У них не было такого количества, не было такого взрыва, допустим, появления цветных металлов, как это случилось в России. У них все там достаточно скромненько в этом плане. И вот эта, вот эта традиция, переноса технологий от одних материалов на другие, она на этом очень серьезно сказывается. Вот. Володь, следующий вопрос. Владимир, с каким металлом вы предпочитаете работать? Любите ли вы работать со сталью? Если нет, то почему? Давай сначала поясним, что люди понимают, что такое сталь, оцинковка, цинк, алюминий. Я про это, я про это и хотел сказать. Ну, как бы для меня, когда такой вопрос задают, я его как бы не до конца, может быть, для себя понимаю, потому что, я считаю так, кроличек должен уметь работать со всеми металлами, которые на сегодняшний день представлены на рынке. есть медь, есть медь, есть цинк, да, просто цинк, не оцинковка, есть алюминий, есть нержавейка, есть оцинковка. Ну, хорошая оцинковка, она, да, тоже дорогого стоит, в принципе, если хорошая, корректная оцинковка, которая имеет нормальную, нормальную толщину тела, которая является, в общем-то, кровельным металлом, кровельным железом, да, которая правильно оцинкована, которую вовремя покрасили после того, как с нее сошла технологическая смазка, через два-три года после того, как эту кровлю положили, в эту кровлю совершенно спокойно и 20, 30, 40 лет может жить и никаких разговоров не будет. Весь вопрос, скорее, наверное, не в металле, а в технологии, да, то есть одно дело положить крышу в технологии одинарного фальца и потом столкнуться с какими-то проблемами, где-то клеммера не держит, где-то еще, где-то еще что-то, в особенности, когда в технологии одинарного фальца укладывают дорогие материалы, там, ту же медь или цинк, это полный бред, вот, то есть, основным является, скорее, все-таки технология, а не сам материал. Вот здесь вот как раз-таки Юлия акцентировала на вопросе, который он везде поднимает, где только на всех форумах, на всех фейсбуке, в инстаграме, касается вопрос мысиков. Он спрашивает, не могу не спросить, считаете ли вы обязательным к исполнению на кровле, покрытой сталью, делать скругленные окончания фальцев, так называемые мысики, не является ли это условие обязательным, только для кровель из металла с большим коэффициентом температурного расширения, не является ли мысик очагом коррозии? Начну с конца. О каком очаге коррозии может идти как бы вообще речь на цинковке, допустим, если цинк, находясь на вот этой, на основе железа, по смыслу его перекрывает после того, как вы обрезали металл. то есть совершенно спокойно цинкуется этот край и коррозия там прекращается. Об этом абсолютно спокойно было написано еще в документах еще в советскую эпоху и никаких вопросов не возникало и проблем с этим никаких не возникало. Ржавчина это немножко другое. То есть но никак не на мысиках. Ну а дальше, дальше, как бы мысик это по смыслу почерк почерк мастера назовите или почерк бригады, которая выполняет данную конкретную работу. Кроме этого, вот такой закругленный выполненный мысик, он позволяет значительно меньше получать травмы, работая на кровле. Потому что когда мы имеем такие угловатые какие-то окончания, очень легко там разрезать себе руку, пальцы и так далее, и так далее. Поэтому по времени исполнения я не знаю, я не могу себе представить, что там настолько трудоемко выполнить этот мысик, носик, что из-за него устраивают такие баталии. делается это очень легко, быстро, спокойно, при правильном инструменте. Если вы начнете подсекальник применять, то вы ни на каком металле не сможете сделать ни одного мысика. я просто думаю, что Юлия просто не очень хочет это делать, поэтому он ищет оправдания, ищет ответы, чтобы сказать, да, зачем оставлять дырявый конец, как раньше. не, 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 допустим, люди, которые у себя постоянно используют именно подсекальник, да, вот, у них этот мысик никогда не получится, об этом надо думать. Вопрос не в их мастерстве, а вопрос в том, что подсекальник это достаточно жесткий металл сам по себе, и это достаточно острые кромки, которые по смыслу не выглаживают металл, они его разрывают, разрубают, поэтому получиться там ничего не может принципиально. Такой вопрос. В связи с очень небольшим выбором хорошей литературы на русском языке на тему пальцевой кроли, как вы относитесь к тому, что появляются новые авторы и новые книги? Очень все своеобразно, то есть существует, если так вот смотреть, на русском языке существует огромное количество книг, связанных с кровельной тематикой. Ну, при внимательном изучении этих книг вы обнаружите, что, во-первых, это книги просто про кровлю, в которых все смешано, там и конструкция деревянная, там и битумная крыша, там и металлочерепичная кровля, там и фальц немножко, но почему-то вся информация о фальце подается из учебников или пособий там сороковых пятидесятых годов, и на этом все. И чаще всего, что к этим книжкам не позволяет относиться серьезно, это компиляция, то есть один автор из одних книг понабрал информацию, другой книг из других книг понабрал информацию, все это перемешали, ну, в общем, ни о чем, какой смысл в двадцать первом веке пользоваться информацией об одинарном фальце, о том, как с подрезочками подходить к трубе, ну, есть же у нас великая фирма под названием КРОЛИКИ в ютубе, да, то есть у них крыша в двойном фальце, а потом выходит мастер с большой буквы, но правда в кавычках, к сожалению, и уничтожает напрочь весь этот двойной фальц, потому что сделали подводку к трубе именно вот с такими зарезками, то есть это не мастер, это не фальц, это не работа, это просто взяли и убили очередные там две-три тонны там меди, цинка, алюминия, неважно. Ну, это я могу сказать, что это было на первом этапе, я слежу за ними и кстати у них сейчас человек в СМС, который все-таки уже подтягивает свое знание и делает все-таки, ну, уже хорошая крыша на самом деле, они уже смотрят и наш канал смотрят и мы с Олимсем. Вы видишь, может быть просто это как раз по смыслу это развитие, это нормальное где-то развитие, если люди наконец поняли, что то, что они делали, это было ошибочно, да, и они начали делать по-другому. Ну, это были такие достаточно одиозные как бы фильмы в Ютубе, у меня тоже была попытка некая взять их прокомментировать, ну, жесткая модерация, подобные комментарии удалилили. ли вы издание еще какой-нибудь литературы? Да, мы планируем, мы думаем об этом, подготавливаемся, но заранее говорить смысла никакого я не вижу, пускай это будет неким сюрпризом тогда, когда это появится. Где и чем вы сейчас вообще занимаетесь? Ну, в течение достаточно уже длительного времени, уже 12 лет, я работаю для фирмы, выпускающей самый лучший металл в мире на фирме КМЕ. Это медь, и медь, содержащие сплавы для кровель, для фасадов. занимаюсь техническими консультациями, связанными с этими объектами, занимаюсь ситуациями, связанными с продажами на территории России и Казахстана. Это же еще не все, а еще семинары. Ах, ну да, да, ну это да. В Германии я провожу достаточно большое количество семинаров с привязкой именно к КМЕ. То есть, многие люди приезжают конкретно для того, чтобы поработать с медью. Ну, я с ними абсолютно согласен, потому что перевести, перевести пару-тройку сотен килограммов на себя любимого, да, и никто тебе не скажет, что, что ж ты делаешь, почему ты неправильно это сделал, это дорогого стоит. Тем более, можно попробовать поработать с различными поверхностями, которые у нас есть. Это тоже крайне важно, в особенности тогда, когда люди имеют некий проект с патиной, с аксидом. Вот, это тоже крайне важно для понимания. Ну, и, конечно, очень интересно увидеть сам завод, где производят вот это чудо, которого больше никто не делает. Ну, я думаю, по поводу семинаров мы отдельный выпуск сделаем. Ну, да, тут еще договорить хотел на тему о том, что, кроме как в Германии проводятся семинары и в России, да, часто я про них вообще ничего не пишу, или, вернее, сказать, совсем ничего про них не пишу по той причине, что ко мне обращаются просто фирмы и я для этих конкретных фирм провожу данные семинары. Вот, ну, это тоже так, это тоже такой своеобразный опыт. Я очень надеюсь, что люди после этих семинаров могут поднять качество выполнения собственных работ. Ну, для заказчиков, вернее, не для заказчиков, а для хозяев фирм, что может быть еще интересно, что я могу сказать, как бы, заказчикам таких семинаров, на кого стоит обратить внимание, а с кем по смыслу можно расстаться, потому что особого толка от человека не будет. Ну, это связано с тем, что в нашей профессии, поверьте, дай бог, дай бог, из 30 и 40 человек на крыше остается один. Вот. И этого человека, этого человека очень часто видно. Я не говорю про его моральные качества, люди разные встречаются, а вот умные руки, умные руки и умную голову с привязкой к металлу, их видно очень хорошо. Юрий спрашивает, когда вы планируете посетить Ригу? С удовольствием, как, наверное, пригласят. Ну, сейчас пока, поскольку я прежде всего работаю все-таки для России и Казахстана, получается, что я, в общем-то, мотаюсь по всей России, по Казахстану, сейчас появляются вопросы, связанные с Узбекистаном, с Киргизией, вот, то есть для того, чтобы попасть в Ригу, по смыслу нужен некий объект и ваше желание выполнить этот объект в Медико-МЕ. Такое возможно. Ну, и такой вопрос, сколько заработал на книге-то? Бесподобный вопрос, да. Ну, я на него отвечу, в общем-то, в принципе, как его и задали. Как бы я не ответил, мне никто не поверит. Поэтому это останется вот в таком виде. То есть получается это теоретический вопрос? Да, да, да. Аксин, наверное, интересно. У меня все время спрашивают, сколько его зарабатывать, какая цена на кровлю. То есть всем, почему-то интересно, сколько ты зарабатываешь. Но при этом уже свои, сколько они зарабатывают, не говорят. Такой вопрос. А очень сложно, опять-таки, да. Вот как можно посчитать крышу, да, сколько можно посчитать всего того, что вы в нее вложили. Как можно посчитать то, что вы вложили своими нервами, своим временем. вот то время, когда вы ночью просыпаетесь в холодном поту, и у вас перед глазами стоит некий узел, и вы его начинаете лихорадочно пытаться согнуть, расчертить, представить. Это в рабочее время входит или нет? Или это просто хобби для вас? Хобби? Вот так. Каким образом можно оценить это хобби? Его невозможно оценить. Вот пожалуйста. Я думаю, что когда ты больше относишься к этому как хобби, то ты все-таки любишь свою работу. У тебя уже не работает, а просто хобби. А деньги тебе за, что твое хобби для художника. Художник же тоже рисует, как хобби. А потом он рисовал, и ему или купили эту картину, и у него ты как обычно пролезешь. Занимайся своим любимым делом. Так и есть. Вот. не потому, что он хотел перед кем-то или чем-то прославиться. Он просто давал, дает людям в руки тот инструмент, который в его понимании нужен кровельщику. Тут огромное количество всяких разных разверток, расчетов. Флентнер-Шулли. Это книга 1887 года. И здесь уже на уровне 100-летней, более чем 100-летней давности здесь показано огромное количество того, каким образом люди что-либо делали, рассчитывали, чертили, считали. Это были те понятия, которые необходимы для кровельщика. 1887 год. 1887 год. Для обучения кровельщиков. Это 1907 год. Здесь показано очень много и про черепицу, и про сланец. Обратите внимание, что крепления на профнастиле скрытые. Можно сказать, что первый том относится к отведению воды из кровли линейное покрытие конструкции. В этом смысле. Второй том был связан прежде всего с тем, что с черепичной, с мелкоштучными изделиями выполняется огромное количество примыканий из металла. Третий том посвящен полностью металлическим кровлям. Это самая наша любимая тема. Фальц, 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 фальц. Весь третий том это только фальц. Различные варианты это водосточка, имеется ввиду желоба различного типа назначения, это и покрытие, это и разжелобки, и так далее, и так далее. Коньковы различные конструкции, примыкания, то есть только двойной фальц. Сколько страниц, сколько текста, сколько рисунков, и что это за рисунки? Ну, опять-таки, это не рисунки, то есть это вполне себе нормальные рабочие схемы, которые были взяты из чертежей. Я признаюсь честно, что из этой книги я научился делать обход трубы в разной технике или с красными пальцами или с прямыми. И показывает вот такой документ, а вот это уже мастерский диплом. Вот здесь есть очень интересный документ, он практически того, тех же самых времен. Это документ 1868 года, подписанный 1 сентября в русском городе Риге. как environments Это непоням нак И давайте быстрее